Упаковываемся. Холодно на улице. У меня показывает, что сейчас у нас за бортом 24 градуса мороза. А сиденье не упало. Здравствуйте. Дамы и господа. Здорово. Здорово. Доброе утро. Нормально. что-то парковался доченька так олега уметь и он передо мной становился немножко что гроб залез старая байсарова либо и старого я не знаю 23 февраля сегодня поэтому всех с праздником называется с днем защитника отечества мне почему-то больше нравится старое название с днем советской армии и военно-морского флота хотя служил я уже не советская армия белорусской в общем всех с праздником праздник праздником ну вот скоро солнце встанет над башкортостаном это у нас здесь 6 утра там уже 8 нам же скоро ехать надо курсом забудь высоко мы еще не работали и мои тапочки тапочки низко за что что улетать что-то сейчас свет выключу пойдем искать где здесь спасал он логично предположить что где-то там пошли скупаемся и попьем чая поедем работать праздник праздником работу никто не отменял кафе байсар я не знаю я тут никогда в душе не был кто-то на моторе стоит я даже не сомневаюсь чтобы прекрасно заведемся 24 градуса это мороз что ли не о чем ни о чем я не знаю где здесь душ ну должен же быть где-то здесь этот комплекс так магазин с 8 семей здесь нам делать нечего по-любому по-любому даже электрозарядка зарядка есть точно но я не знаю где без понятия причем без малейшего очень часто ну что явно не здесь здесь кафе кафе работает я ничего не понимаю может вон то здание, почему пошли в кафе спросим кто-то куртку зовут, дешевую что ли да, это тут за кафе оказывается вот так-то здесь вот все, нарядненько видите прям все хорошо был открыт вход, можно было даже не платить я шучу водичку можно набрать типа стиралка но она не работает ну ладно, мы пошли смотреть, как оно здесь в плане плоды, как оно будет течь что-то решилась у меня не завтракать неохотно как-то с утра кофейку попить ну что вам сказать две минуты и воздух накачан поэтому можно ехать все, вот пожалуйста давление 8,3 раз можно значит поехали чего тянуть катаза фаберже и так уже время 20 минут восьмого и это московская и это московская минут через десять у нас станет уже полдесятого так так душ что сказать про душ ну 4 и наверное даже с минусом сам по себе сделано там все конечно очень удобно но вода когда ты стоишь весь такой на расслабоне с намыленной головой распаренный такой не подозреваешь не ждешь подвоха смываешь намыленную голову и тут бах ладно когда если на тебя потекла холодная это пол беды когда начинает начинает литься кипяток что хочешь то и делать хочешь караул кричи хочешь мама кричи хочешь спасите помогите плавает очень сильно плавает вода туда-сюда я заколебался крутить эту ручку там в одну сторону добавить горячий то убавить в общем не знаю я не в восторге нет помылся все нормально само по себе место да удобно заходишь там место много раздеться и вы сами смотрите ну вот с водичкой что-то у них как-то нет не есть вырывал ну не страшно я просто констатирую факты высказываю свое мнение а то сейчас прибегут праймер не хочешь не мое все тебе не нравится все ты ноешь я не ною я говорю как есть ну им этого не понять там нет мозгов это пол извилины и то прямой с перерывами ну вы сами поняли и того еще раз всех с праздником 23 февраля день защитника отечества день советской армии военно-морского флота кому как больше нравится ярко светит солнышко у нас морозец погодка прекрасно дорог сухая мороз это все фигня более не такой уж он тут и мороз скоро башкортостан двигаемся на восток две тысячи шесть километров уже проехали ехать еще 7100 вперед на миной как говорится и касси у него все ли хун чань да вы не сунь хим через пять минут вот последняя стоянка я имею ввиду статарстане которая перед башкирией кстати она тоже вроде как по дорожной сети и все и вот сразу же начинается башкортостан когда здесь все построят по четырех полоске будем ездить тут прямо по четырех полоске и вспоминать времена когда мы ездили криво по двух полоске так как-то прямо еще далековато поэтому едем криво как в татарстан было когда сюда едешь сейчас вот здесь он там за поворотом за тем и знак башкортостан и пошло у нас воровство времени ну и как до Хабаровска пять семь часов украдут потом вернут конечно получается семь часовых поясов проедем в хабаровске у нас уже будет плюс семь к тому времени в котором мы сейчас находимся только сейчас бы в Хабаровске сейчас уже в Хабаровске господи семь плюс пол третьего темнеет скоро начнет сейчас тезка как раз во Владивостоке грузится сегодня домой на Иркутск на Иркутск у него сейчас пол третьего ну что же загрузился конечно где у нас стелла вон стелла башкортостан вот это никто не ругается обычно в празднике любят поругаться коллеги некоторые наши вам здравствуйте республика башкортостан Ирешевский район Иркутск 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 тяжелый язык башкинский я что-то за камеру схватился она разряжена хотел вам показать ну сзади сейчас же водителей то не хватает сзади ну и почти на всех и фирмах же сейчас висит сзади ну на многих транспортных компаниях крупных особенно российских висит там сзади прикладиться на работу мы у вас там озолотим все дела да так вот я такого еще у союза знаете сколько предлагают семнадцать рублей километра у них написано вы это верите читайте между строк наверное да там написано там чтобы заработать семнадцать рублей километра что нужно сделать будет наверное ну понятно шестнадцатиметровая штора газовый камаз ну и как минимум наверное тысяча двести среднесуточный да что ж такое то но я же сказал что я не могу разговаривать ну неужели непонятно вот что за люди уже дал два раза отбой третий раз звонят ну вот ну я говорю я видел на и много реклам там разных там и десяти и двенадцати суточные с этими суточными ну семнадцать рублей я еще такой первый раз увидел да интересно что для этого нужно может и платят я ж не спорю сейчас катастрофическая нехватка водителей может и платят семнадцать рублей ну я же говорю какие для этого надо выполнить условия потому что когда-то когда мы работали в одной в одной известной фирме у нас тоже там висела реклама 70 рублей да 70 евро суточный сейчас секунду чтобы заработать среди 70 евро в сутки когда ну это тогда когда я работал надо было среднесуточный пробег на круг чтобы у тебя был я уже ну не помню то ли пятьсот восемьдесят один ну и больше сутки с учетом всех выходных всех этих дел то есть не выбрасывалось ничего кроме простоев и ожидания загрузки то есть вот приехал ты в пятницу ну я даже вот простой пример расскажу я может уже рассказывал как-то поехал прилетел я в Алмату пока мы тут в УФО объезжаем прилетел в Алмату спички ломая глазами выгрузился в Алмате быстро дали мне Омск запрос ну грузиться этой сажей я прилетел в Омск все красиво все право меня загрузили сел посчитал на калькуляторе свой пробег сколько дней я в рейсе ну ими до Алмату это с Европы сходил на Европу я уже не помню правда откуда не столь важно все я посчитал мне можно ехать по шестьсот километров в день до Минска с Омска и я прихожу по максимальной сетке на максимальную зарплату красиво все четко по шестьсот километров не напрягаясь ну я уже запас я сделал большой лады все я так и поехал ехал 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 я только до Урала на Урале в садке повалил снег я там стал наночевать по итогу Урал закрыли и полтора или сколько-то суток я просто или двое суток я простоял Урал был закрыт все я начинаю считать и я уже на максимальную сетку не выхожу а не максимальная сетка была тогда 50 евро сутки я начинаю считать на весь мой рейс сколько дней я в рейсе и я ну 20 евро получается в сутки я теряю ну и я прикидываю что цена вопросов почти 600 евро ну почти месяц рейс Европа, Казахстан, Алма-Ата почти 600 евро я пишу ну сейчас уже можно это все как бы поделиться я пишу своей там той ведущей говорю так и так ну форс-мажор выбросьте у меня было день всего выбросить выбросите день ну или не день хотя бы день чтобы ну то есть не так напряжено было и тогда у меня получается в общем-то пробег нормальный нифига у нас форс-мажоры не выкидываются ну и все Урал открыли цена вопросов почти 600 евро ну и что делать все и пришлось вот тогда с Урала валить домой практически не спавши там два или три часа я где-то поспал и все и пошел пошел потому что ну жалко просто денег вот такая там была система тогда построена так чтобы хочешь заработать надо быстро ехать ну и в то же время вот ты быстро весь рейс сделал да попал форс-мажор там полтора суток на Урале и все и фирма на тебе взяла дупо заработала 600 евро а ты как дурачок вложил свое здоровье бесплатно как же и здесь я не спорю может и 17 рублей я не знаю и знать не хочу ну может и хочу может кто-то в курсе если кто-то в курсах какие там оплаты напишите в комментариях но я сильно сомневаюсь 17 рублей километр платят водителя это ж какие там какие же должны быть ставки еще ж должна компания что-то заработать хотя знаю что сейчас готовы платить готовы платить многие конторы готовы платить только едьте потому что работать тупо некому все широкое закончилось началась узкая сейчас начнутся ремонты в общем полезли мы в горы уральский хребет впереди разница с а контрольные данные еще у нас сюда я пришел с расходом 29,5 в общем-то для зимы с двадцаткой тонн нормально H96 Юрюзань 135 Челябинск 379 кстати я даже вот у Яндекса и не спрашивал что-то у нас ломался у Яндекса не спрашивал какая бы не была тут обстановка ехать все равно надо против парации ничего не говорили какая бы не была все равно вся наша поэтому меньше знаешь лучше спишь в рассказы есть тем history я вижу как закрыта стекла оконные плавит День прожит, а ночь оставит Тени снов в углах Мне не вернуть назад Серую птицу печали Все в прошлом, как быстро тают Замки в облаках Там все живы Кто любил меня Где восход, как праздник Бесконечной жизни Там нечего Рекам и морям Но по ним нельзя доплыть домой Вновь примирит все тьма Даже алмазы и пепел Вдруг грабим врагу в итоге А итог один Два солнца у меня На этом и прошлом свете Их вместе с собой укроет Горько-сладкий дым Там все живы Кто любил меня Где восход, как праздник Бесконечной жизни Там нечего Там нечего там Рекам и морям Но по ним нельзя доплыть домой Возьми меня с собой Пурпурная река Прочь унеси меня с собой Закат Тоска о том Что пыла рвется Через край Под крики серых птичьих стай Продолжение следует... Я вижу, как закат Стекла оконные плавит Тень прожит, а ночь оставит Тень и снов в углах Тут только начались ремонты И мы сразу встали Найти, наверное, все-таки Давайте спросим у Яндекса Где моя любимая Будь ли нам сегодня счастье или нет Что мы у него зададим? В Челябинске мы зададим, правильно? Челябинске Челябинске 273 километра Вроде поехали Но тут это Сейчас посмотрим 5 часов 328 километров Ничего тут страшного нету Да, желтеньким есть места Но это тут на ремонтах Так, дальше Все хорошо Все хорошо Ну, а это Яндекс тоже Это, как говорится Не 100% надежный источник информации Ну, как бы Уже успокоил А здесь, я думаю Это Я когда сюда ехал Обратил внимание Я не знаю, сколько Они будут Эту всю дорогу строить Сколько это все Займет времени Ну, к тому Вот это вот По которой мы едем сейчас Она здесь тоже Вся ушатанная Ушатанная в хламину Особенно вот здесь На ремонтах Если здесь Никто ничего делать не будет Ну, хотя бы Как-то Я вообще не представляю Как мы тут будем ездить Я покажу Сейчас, когда пойдем Что здесь дорога убита Вот эта По которой мы едем Вот тут Дальше туда уже Там получше Вот туда За За Карпачево Уже Вот Там уже Нормально А вот Именно вот здесь Вот Ремонт И вот здесь Вот Сим До Сим И здесь Местами Никс Гуд А, тут Реверс Все, я понял Там какие-то Дорожники Что-то там делают И здесь Они устроили Реверс Но это Ситуация То, что Дорога разбитая Местами Она присутствует Вон там Вот на мосту То ли снег Они там убирают То ли что Они там делают Поэтому они здесь Устроили реверс Каждый вторник Либо четверг Ну, по-моему Вторник Нет По четвергам Каждый четверг Здесь Производятся Взрывные работы Перекрывают Дорогу Если кто сюда Соберется Имейте в виду Реконструкция Автомобильные дороги Дата окончания Работ На 20-е 11-е 24-го Вот здесь Здесь уже там Автобаннер на готов Да 20-е ноября Смотрите К концу 24-го года Сколько Должны всего Сдать Мощь Через окон Объездной Нижнего Здесь Ну Не полностью Наверное Может тут Только вот Кусками Потому что там Дальше Впереди За силом Там Где эти Эстакады Строят Там еще Вряд ли они До ноября Справятся Хотя В общем-то Чего Там уже Это полотно Натягиваем Закатал Сверху Асфальт И все Ну Не знаю Посмотрим Здесь у нас вообще Песня в горах Сейчас Минус 8 Сами видеться Солнце Не облачко Тепло Хорошо Пахнет же весной Ну запахло весной Метелем отбой Весна уже Весна Прыдем 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 Никуда она не делится Чисто морально Уже готов К тому что Все Достаточно Шесть дней И все Это святост В этом году Раз в четыре года Зима на один день Длиннее Бывает Такое Да Ухлоплата Тоже работенку Парнет Разгреби Это Уже Спрессованный Снег Уже Лед Спрессованный Месяц Грязью Совсем Идем Скалу Скалу Грызли Кусок Выгрызли Молодцы Скальник Нашли Применение Глаз Скальник Используется Сюда Живут и Используется Дорогу Засыпают Тропят Засыпают Как щебенку Тоже вот такой кусок выгрызли Скалы Кусок Работы Какой Раньше Она была Вот здесь Скала Прямо За Дороги И вот Иису 20 метров 30 Ну не 30 20 Сгрызли А Дорога Вот Тут Еще Не Самый Плохой Вариант Скажу Я Вам Ну мне кажется Она будет Все хуже И хуже Ну В плачевное Состояние Превращаться А начни Здесь И тоже Чуть Будут Латать Подделываясь Представляете Какие пробки Соберутся Это же Такая Артерия И Самое Главное Соединяющая Так сказать Запад С Востоком Весь Юг Здесь Едет Все Что С Юга Машины Лишь Все Сюда Там Севернее Через Катю Там Там Меньше Поток Однозначно Тоже Большой Но Меньше А Это Самое Самое Главное Дорога Здесь Четырех Полоска Должна Быть Даже Не Вчера А Позав Вчера Это Мое Мнение Имея Права Вот О чем Я Говорил Какая Здесь Автобана Это Будешь Мешать Здесь Движению Тонар Тонар Типа Фраер Мусу Да Все Сейчас Это Волошар Сделаю Пустой Зато Назад Какие Колейки Когда На Запад Идешь Здесь Какие Колейки Собирают В горах Что Тонар И Что Правильно Волокут По Сто Тон Вот Еще Хороший Участок Где Тут Ехать Где Хочешь Там И Называется Самосвал Не Таких Что Недут Я Но Согласитесь И Не Делать Нельзя Если Здесь Ничего Вообще Не Делай Урал Станет Сейчас Вот Весна Придет Вот Она Уже Не За Горами И Все Здесь Просто Все Станет Потому Что Здесь Невозможно Будет Ехать Здесь Уже Невозможно Ехать Кому Вот Ксиму Спускаемся Новая Татраса Будет По Правой Стороне Ехать Здесь Здесь Видите Что Как Тут Есть Понятно Новый Новый Асфальт Никто Закатывать Не Будет По Всяком Случа Хоть Как То По Ночам Там Не Знаю Закидывать Эти Ямки Потому Что Если Здесь Днем Перекрыть Одну Полосу И Начать Ямочный Ремонт Остановится Все На Душня Опять же Мое Мнение Но Мы Да Вот Сползаем К Сим К 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 Я Просыл К К К К Собрал За С К Здравствуйте Сим Родина Курчатова Да По-моему Если Я Не Ошибаюсь Мост Через Сам Сим Через Реку Я Думаю Комментариях Не Нужда Да Совсем Ушаталась Пятерочка Совсем Ушаталась Сейчас У нас Гора Подъем Ушат Быстро С Двадцаткой Поползли Че Делать Двадцаткой 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 Продолжение следует... 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 Да. Ну давайте тогда будем... Я успеваю. А что делать? Как-то так. Ух ты. Новый. После Садкинского поворота. Ну, одного из поворотов. А как он так? Обочина широкая. Дорога. Еще такого нету. Это же не Садка, это этот какой? Бокал. Да, поворот на Бокал. До Садки мы еще не доехали. Стоянка в Зюратку, или как она там точно называется. Нифига себе, как он так умудрился там лечь-то. Может быть, еще знаете что? Обочина-то почищена. Заехал хорошо гружен из дома. Думал, тут твердо все. Встал, колеса провалились. Машина накренилась, и я грузом уже там по крышу загружен. И все, вот и пульнулся. Потому что так не похоже, что он именно залетал туда на скорости. Скорее всего, наверное, так и было. Или заезжал, остановился, чуть справее взял, все, и... Спрыгнула машина. То есть, провалилась передние колеса. И легла на бок. А, вот пошел Садкинский подъем, да. Длинный. Две полосы в гору. Вот, наверное, в Садке мы станем... Надо по уши достать. Седьмой час уже. Сейчас пока еще доедем. Вот на той стоянке он уходил, и там дальше, по левой стороне... Просто же, когда я поеду, то как чай попил, уже будет темно, не видно будет. Вот там это полтора суток прожил. И после этого пришлось до Минска в отче вылупивши лететь. Зюроткуль. Значит, та стояночка... Балан как-то... Ну, короче, не Зюроткуль. Зюроткуль это вот здесь. Так, обход. И пойдем самовар доставать. А еще курочка-то... Картошечка, оливьешечка... Ох! Правда, конечно, я погорячился в мастерке выскочить. И потом дальше поеду. С Уралка я в любом случае сегодня спущусь. А там будет видно. за Челябинск, перед Челябинском, или на Челябинской объездной. Ой! Да, погорячился я. Пошел я, короче. Ай, холодно! Суровая Челябинская объездная. Ее первая часть. Которая менее суровая. Вот это пять. Сюда вот, да... Как он? Троицкий тракт, или как он тут правильно называется? Ну, не важно почему. Мы сейчас немножко... Левее. В сторону Челябинска. А направо это туда уже, на Магнит... Ну да, в сторону Магнитогорска и на Троицк. На границу с Казахстаном. На бугристая. Так вот, эта часть... Суровая Челябинская объездная. Менее суровая, чем которая будет у нас потом. А потом еще будет 43 километра. Объездной. Вот там она, да, там она такая... Ну, была очень подгулявшая местами. Прям такие ямы, такие бугры, такие горностаи. Вот поворот на Троицк. Если это Казахстан, ну сколько тут до Троицк? Я не помню. Сто с чем-то. Ну, сто километров. Сто шесть километров. Ну и там, по-моему. Что-то граница километров 120 здесь от силы. С Казахстана. Ни о чем. Но нас туда пока не посылают. Я думаю, в ближайшее время, наверное, вряд ли мы туда выпадем. Нынче все дороги идут в Китай. В качестве разнообразия, вот скажу вам честно, в качестве разнообразия, она, конечно, съездить куда-нибудь хотелось бы. В качестве вот именно как работы, как зарабатывания денег, как для меня, так мне лучше ничего и не придумаешь. Особенно вот как сейчас. Загрузил и 9 тысяч километров Кати. Клондайк. Песня. Вот именно как в плане работы. То, что одна дорога, ну каждый день. Разные. Сегодня, каждый раз, каждый раз что-то случается. Вчера вот там Владимир Владимирович оказывается, он там просто... Он прилетел в Казань на Ту-160, по-моему. И я видел этот Ту. Он заходил на посадку. Я как раз по объездной шел. И вот он впереди вот так заходил на посадку на аэропорт Казань. Я еще думал с фоткой. Ну, снять, не снять, потом думать. Я ж не знал, правда, что он там летит. Вот. И что он потом по М-12 с Казани там на КамАЗе поехал. Я ж тоже этого не знал. Я предполагал, что там он это... Котеныш какой на Дальнем Пьере. Что там он это... Прилетит в Чебоксары, там в Цивиск что-то посунется. Ну, суть не в этом. Вот, вчера одно, сегодня другое, поэтому... Мы ж не то, что катаемся, как некоторые мафиозы. Новосибирск-Красноярск. Когда там 700 километров... Ну, 800 сколько лет. Грубо, 800 километров плечо. Плечо-то большое. Каждый раз что-то новое происходит. Ну, я не про это. Я говорю, что вот, конечно... Я бы съездил. Я бы в Алмату. Хочу в Алмату. Напрямую заявляю. Хочу попасть вот в Алмату. Когда я в Алмате был последний раз. Когда-то был, это был второй дом. Я знал лучше Минска, Алмату. Наверное, в году 17-м, может. Или 18-м. Нет, наверное, 17-м. То есть уже, считаете, 7 лет прошло. Блин, как время летит. Вот. Вот. Райб съездил бы с удовольствием. Съездил бы в Узбекистан. В Грузию, в Армению бы съездил. Но в плане вот заработка... Ну, вот это... Это лучший вариант. Вот как мы сейчас в район ездим, работаем. Ну, именно вот по той системе оплаты, как оплачивается... Начисляется зарплата у нас. Короче, я вас опять заболтал. Мне скучно просто. А завтра как мне будет скучно, вообще кошмар. Послезавтра. Два дня равнины. Что тут делать? Вот. Начинается вторая часть Бирализунского пуалета. Вторая часть наисуровейшей. Челябинской обездной. Все, я думаю, обездной я обойду. Это вот еще 43 километра. И там как выходишь с объездной, там по правой стороне сразу есть стоянка. Все, дальше я не поеду. Сейчас уже время 10. без пяти. Ну, то бездной обойти это еще полчаса. Все, дальше... Сегодня дальше ехать смысла нету никакого. Становиться спать. Сейчас тут потеплело 14. То на подъезде к Челябинску было 20. Ну, теплело, да. Еще тут два дня назад здесь за тридцатник мороза давили. А сегодня 23-го здесь уже тепло. Как здесь съезд сделали. Я думаю, помните, да, как вот сюда сворачиваешь и все, 3 километра в час. Пока вот здесь вот заберешься туда наверх. Делают, делают. Если бы еще делали, как говорится, сделал и забыл. Хотя бы там лет на 10. Ну, тогда неинтересно, не выгодно. В нулевых еще, наверное, когда-то, да, в нулевых я еще читал в газете комсомольской правде. Там прям большая статья была, говорит. В России невыгодно, так писали. В России невыгодно строить хорошие дороги. Построишь, и все. Ты про нее забыл. Так построили. Ее раздолбали. Можно дальше начинать ее ремонтировать. Смысл понятен. Схема рабочая. Да я там тоже, Ром. Я пизду. Ну, что там? Кроить, выкраивать. Выграю я его туда и... Голова, чтоб не болела. Да нет. Конечно, у меня тут горы. Там сейчас не может попал нам. Держитесь, держитесь, коней. Не знаю. Держитесь, коней. Что аж это Шапка тут С полки улетела вниз Все Поехали на стоян Без 20, 11 уже Я правда не помню Есть тут дорожная сеть на этой стоянке? Нет, по-моему есть Но если нету Что делать? Заплатим золотом Ну вроде как есть Ладно, чтобы там места еще были Вот в чем дело То сейчас машин на трассе-то немного 23 февраля Народ отмечает Если долга заходит Значит есть тут дорожная сеть Также закупаем десерно-топливо По 45 рублей в любом объеме Мы находимся на 27-м километре В автодороге Челебенск-Бурган На территории гостиницы Очаг Урала Работаем круглосуточно Телефон 8 9 5 111 Это мы сюда и заезжаем В Очаг Урала Сейчас станем где-нибудь Не знаю Где? Биг Босс Регулировщик Туда в самый крайний ряд Ты не станешь Наверное Да? Или там вот Где долга Можно стать Какой-то КамАЗ стоит Вот я думаю Или он туда будет толкать Куда он туда собирается Куда он вообще поехал Я не пойму Наверное Короче Ну что Ладненько Сейчас где-нибудь Встанем Если он туда собирается Пихать Может я рядышком Тоже еще там Места мне будет Опять нету Никакого руководителя По РАДОМу Как так-то? Можно вот здесь Возле рефов этих Стать Что вот по правой стороне Стоят Вот так и сделать Развернуться И вот здесь На выезд Возле этого рефа Встать Да и все Даже если он у него и работает То и хрен с ним Ничего там Ничего там страшного И критичного нет Рядом с Делкой Я здесь наверное Уже не залезу Через 90 метров Главное Поверните Направо Короче вот с этим рефом Рядом становлюсь Начальник появился Вот я вам люблю только с ним вольтом встать С чем? Да А с этим? Нет Рядом с Лориком Рядом с Лориком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова